Чтобы уехать домой в Новоалтайск, жителям приходится стоять на остановках по полчаса, а иногда и по часу. Они пожаловались на это в соцсетях. При этом расписание одного из самых популярных маршрутов 125-го, по словам новоалтайцев, не нормировано как вечерами, так и в целом в течение дня. На работу в Барнову уехать с утра тоже проблематично. Во-первых, ты долго стоишь, и, соответственно, накапливается народ. Во-вторых, когда накапливается народ, ты не можешь туда залезть просто в автобусе. И приходится убеждать еще и опаздывать на работу. То есть автобусы под номером 125 по каким-то причинам могут потеряться, просто не выйти на линию. Интервалы движения, со слов постоянных пассажиров, варьируются. Выезд на маршрут каждые 6 или каждые 20 минут. Водитель, можно сказать, выбирает сам, когда поехать. Из-за этого возникает яма в расписании. Рано утром и после 9-10 вечера сложно уехать не только за город. В Барнауле местные жалуются и на то, что на работу и с работы им нередко приходится уезжать на такси. И такая ситуация с каждым годом только ухудшается. При этом поездка на такси только в одну сторону может обойтись и в 200 и в 300 рублей, а за город еще дороже. В Ассоциации пассажироперевозчиков Барнаула нам рассказали, что проблема кроется в отсутствии контроля со стороны властей. Ни финансовой, ни дисциплинарной поддержки от государства на сегодняшний день нет. И пока частники полностью самоокупаемы, им невыгодно продлевать расписание на позднее время или закупать дополнительные автомобили для удобства пассажиров. Нужна программа. Вот как у нас раньше до 15-го года были программы. Была на 4-й, 10-й год, потом была на 10-й год, 15-й год. Пятилетние программы были, где предусматривалось и количество машин, и количество приобретений автобусов, и количество, там и заработная плата, и все. С 15-го года никакой программы сегодня нет. Пока был контроль с работы, можно было уехать даже в 11 вечера. Возобновить господдержки общественного транспорта пока не планируют. Возможно, решение изменят, когда количество автобусов критически сократится. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.